Уважаемые жители столицы, как вы знаете, количество заболевших выросло. К сожалению, есть летальный исход. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, скончавшиеся. Врачи сделали все, зависящее от них. Этот факт еще раз показывает то, насколько опасна инфекция, и то, как мы должны относиться к мерам безопасности. Эту больницу мы закрыли на карантин. Некоторых врачей положили также на карантин. Еще один объект, который мы закрыли на карантин, это автобусный парк номер один. В ходе мониторинга нами выяснилось, что работник автопарка был контактным с заразившимся коронавирусом. Поэтому в целях безопасности наших горожан, а также работников автопарка, мы полностью автопарк закрыли на карантин, провели дезинфекцию самого парка и автобусов. Без жестких мер нам не удастся замедлить и остановить инфекцию. Поэтому с 30 марта по 5 апреля работа общественного транспорта по городу приостанавливается. Мы проведем тотальную проверку работников автопарка. После праздничных выходных мы заметили большой наплыв людей на улицах. Поэтому для того, чтобы создать условия для самоизоляции, Госкомиссии принято решение, что начиная с 30 марта по 5 апреля объявить неделю нерабочей. Приостанавливают свою деятельность все организации, вне зависимости от форм собственности. Это не касается медиков, работников правоохранительных органов, коммунальных служб и других служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города. А для тех, кто на передовой по борьбе с инфекцией, мы поможем обеспечением транспорта. Третье. Ограничивается выход граждан из дома за исключением приобретения продуктов, лекарств и получения медуслуг, а также выхода на работу, деятельность организаций, которых разрешена на этот период. Здесь хотелось бы отметить, что это уже не рекомендация, а требование чрезвычайного положения, правила, которые мы должны соблюдать все. Улицы города будут патрулировать службы. Здесь нужно отметить, что чем больше вы находитесь в обществе, тем больше подвергаете себя риску. И безответственное отношение не должно стоить кому-то жизни или здоровья. Четвертое. Для пенсионеров, которые состоят на диспансерном учете, а также получают лекарственные средства, мы уже с 25 марта начали работу по доставке на дом всех необходимых лекарственных средств, а также продуктов питания. Заявку можно подавать через службу 109. Дорогие друзья, дорогие жители столицы. Дисциплина – это гражданский долг каждого из нас. Альтернативы строгой дисциплине нет. Пожалуйста, не ждите, когда кто-то из ваших близких заболеет, либо когда станет слишком поздно. Берегите себя и своих близких. Спасибо.